Самое главное и самое важное, что должны сделать родители, отвести ребенка к офтальмологу. Нам надо обязательно проверить, нужны ребенку очки, подходят вам ваши старые очки или их уже пора заменить. Следующее, что мы должны сделать, это научить ребенка работать с гаджетами правильно. Непрерывное время работы в гаджетах 15 минут, после этого обязательно должен быть хотя бы небольшой перерыв. Чем меньше экран, тем вреднее для глаз. Выбирайте и делайте предпочтение к большим экранам, чтобы ребенок смотрел издалека в положении сидя, а не лежа. Научите вашего ребенка делать простую зрительную гимнастику, которая поможет справляться ему с большой зрительной нагрузкой. Для этого нам потребуется обычная ручка. Итак, берем ручку, смотрим на нее вдаль, в другой конец комнаты. На ручку переводим взгляд в другой конец комнаты. Итак, смотрим туда-сюда, где-то несколько минуточек. Вторая зрительная гимнастика. Закрываем себе один глаз, устанавливаем ручку так, чтобы было хорошо видно элементы ручки. И начинаем приближать и отдалять. И фокусируем взгляд, например, на колпачке ручки. 5 минут один глаз, 5 минут другой глаз. Такая простая зрительная гимнастика тренирует аккомодацию, то есть фокусировку взгляда на разные расстояния. Обязательно подготовьте рабочее место ребенка, чтобы ему было удобно. Проверьте, чтобы он сидел на стуле и величина стула могла меняться, высота. То есть он должен поднять локоть и должно быть вот так. То есть дотрагиваться кончиками пальца до подбородка. На стуле должна быть удобная спинка и ноги должны иметь опору. Проверьте, чтобы была удобная настольная лампа, чтобы светила не в глаза, ее можно было опустить. Она освещала хорошо рабочее место и стояла с правильной стороны. На всякий случай напомню, если ребенок правша, рабочая лампа стоит слева. Если ребенок левша, свет должен падать справа. Сделайте так, чтобы стол был достаточно длинный. Минимальная ширина поверхности рабочей у ребенка должна быть 30 сантиметров. Чтобы ничего ему не мешало, учебник должен стоять с подставкой на расстоянии не меньше 20 сантиметров. Есть специальные подушечки, которые крепятся к столу и держат ребенка за грудь и живот, чтобы ребенок не наклонялся низко. Ребенок будет сидеть прямо и ему будет удобно писать. Не забывайте включать в режим рабочего времени ребенка прогулки. Это надо для того, чтобы профилактировать быстрое прогрессирование близорукости и вообще ее появление. Оказывается, именно на улице происходят биохимические процессы, которые тормозят быстрый рост глаза. А это причина появления миопии. Особенно это важно для деток до 3 лет и, конечно, в школьном возрасте. Детки обязательно должны гулять.